Всем привет, друзья! Ну что, в сегодняшнем видео мы с вами продолжим знакомиться с новинками фикс прайса. Привезли еще некоторые новиночки из коллекции Мегалит, а также обсудим новую коллекцию декоративных товаров. Ну а сначала мы все-таки погуляем по кухонному отделу. Тут завезли новые пластиковые контейнеры из кружки. Стоят они 69 рублей, объем 750 миллилитров, но конструкция стандартная для такого товара. Единственное, что вы завезли вот в таком ярком оформлении. Пластиковые подставки для ножей с наполнителем и стержнем продаются в черном цвете, салатовом, а также бирюзовым. Ценники делала, я ценника не вижу. Я сейчас просто... Не было, я делала, поняла? Новый фруктовый чай. Это черный чай с ароматизатором лесные ягоды. Ну и сейчас, естественно, в фикс прайсе сезон садоводческих товаров. Завозят очень много товаров, выкладывают на полки. Скоро посмотрим весь-весь ассортимент. Ну а пока завезли грунт стандартный для рассады 10 литров за 62 рубля. Еще в коробочках с невыложенным товаром нашла интересную игру для маленьких деток. Это деревянные дорожные знаки. Развивающая игрушка в наборе 9 дорожных знаков, а также 2 дорожных контура светофор и подвижный шлагбаум. Очередная новиночка из коллекции Мегалиты – это настольные весы кухонные. Стоит 299 рублей. Они электронные, питаются от двух мизинчиковых батарей, в которые, естественно, в комплект не входят. Максимальная нагрузка на весы – 5 кг. В отделе канцелярии нашла новый набор фломастеров – 18 цветов. Яркие оттенки, они на водной основе, так что без проблем должны смываться как с одежды, со стола, а также с рук. Есть, конечно, и новые заколочки, резинки, очень-очень много всего. Пластиковые ободки за 59 рублей, вот такие крабики. Также интересные наборы заколок. Не удержалась. Вот такие металлические заколки дочки купила и, знаете, пока они мне нравятся. Декоративный деревянный двухсекционный ящик подойдет как для хранения косметики, а также можно использовать для хранения кухонных аксессуаров. Так, например, пакетики с приправами ставить. И представлены они в двух цветах. Больше всего, конечно, вот в таком под натуральный цвет дерева, коричневатый, также есть и в белом цвете. И вот на кухню, я думаю, больше, лучше всего впишутся ящики, где нарисованы корочки. Очень много пластиковых органайзеров для хранения. Ну и давайте посмотрим на новиночки из коллекции декора. Это коллекция «Зимнее утро», которая представлена белыми аксессуарами. Посмотрите, какие милые керамические подсвечниками с птичкой. Не знаю, выглядит действительно интересно. Даже захотелось купить, но потом остановила мысль, что, в принципе, я сейчас свечами не пользуюсь. Но качество мне действительно понравилось. Аромалампа тоже выполнена из керамики. Сюда можно наливать как просто ароматические масла. Также можно использовать ароматический воск, который периодически завозят в фикс прайс. Ну а внизу поставить обычную свечу-таблетку. Кстати, друзья, так как я попала на выкрутку товара, еще не все ценники были на эти товары. Но, как всегда, в итоговом видео мы с вами все подведем, посмотрим весь ассортимент и все цены. В принципе, под эту же коллекцию подходит специальный деревянный ящик для хранения чайных пакетиков. Посмотрите, тоже белый цвет, и птички у нас тут резные. Красивый лаконичный ящичек. Мне понравилась эта модель, потому что довольно часто чайные ящики привозят, вот чайные домики в каких-то олиповатых расцветках. Маленькая керамическая ваза называется мраморная. Высота или диаметр 10 сантиметров. В принципе, мне кажется, что и диаметр, что и высота, они совпадают. Интересные вот эти точечки, которые правда похожи на мрамор, в комбинации из нескольких ваз будет смотреться очень мило. А еще красиво выглядит керамическая тарелка. Написано, что она подходит для аксессуаров и ювелирных украшений. И, кстати, друзья, у меня вот такой вопрос. А как вы думаете, можно ли использовать эту тарелку, например, для красивой подачи каких-либо блюд? Очень интересно будет узнать ваше мнение. Отличается ли керамика у подобных аксессуаров с обычными керамическими тарелками? Не знаю, но вот внешний вид понравился. Большой керамический горшок тоже под мрамор. Выглядит стильно, красиво, лаконично. И при этом посмотрите, как искусственное растение смотрится уместно в этом горшке. Мне эта идея понравилась. Керамическая ваза под названием Nordic. Эта ваза обычная, как бы высокая, кажется. Но посмотрите, если смотреть сверху, идет какая-то форма интересная. Мне показалось похожей на цветок, либо на звездочку со слегка скругленными куночками. И еще один вариант мраморной вазы. Называется она Scandi. И, как видите, все эти товары можно комбинировать между собой. Если есть красивые открытые полки, открытые какие-то комоды, где вы любите создавать различные композиции, то можно из нескольких ваз разного размера, разного объема составить очень неплохой ансамбль. Декоративно-керамическая шкатулка за 149 рублей. И еще нашла металлические кашпо. Эти кашпо также можно пристроить, как на кухне. Многие хозяюшки используют для хранения кухонных аксессуаров. Также можно сделать различные композиции. У нас в магазине эти металлические кашпо, представленные в нескольких расцветках, цена 249 рублей. Ну и вот как раз уже начинают выкладывать товары к садовому сезону. Это различные удобрения, подкормки. И да, друзья, у меня что-то сегодня камера слегка подтоплила, поэтому извиняюсь за качество видео. Цен, как видите, пока еще нету на все пакетики, но это все исправится. И в следующем обзоре мы с вами подробно все посмотрим. А еще в этот раз я очень сильно удивилась, потому что уже вывесили коллекцию 23 февраля. Но это коллекция прошлых сезонов. Все эти товары были представлены в прошлом году. Новинок я не заметила. Поэтому, чтобы не занимать ваше время, мы просто с вами быстренько вот так посмотрим. Потому что все эти товары обсуждались уже не раз. Все мы с вами в прошлые года обсуждали, смотрели, трогали, щупали. Но надеюсь, что появится именно новая коллекция. И мы уже там точно посмотрим, покрутим каждый товар. Но помимо товаров из прошлой коллекции 23 февраля, выставили еще товары и ко дню влюбленных, а также товары к 8 марта. Да, все это прошлогодние товары. И эти копилочки мы с вами уже смотрели. И светильники стандартные деревянные с надписью LOVE. И на удивление, именно уже на этих полочках я заметила новинку из коллекции Зимнее утро. Это декоративная лошадка за 249 рублей. И вот таким образом выглядят крючки с товарами к 8 марта и к 20... К 24 февраля все уже заговариваюсь. Как видите, да, все стандартные товары, которые мы с вами обсуждали в том году. Поэтому, я думаю, показывать отдельно каждый товар не стоит. Но вот заметила также и новиночку. Это вот новинка этого сезона. Фетровые маленькие корзинки. Не знаю, кому они подойдут именно на День влюбленных. Но детям точно понравится в качестве какого-то декоративного элемента. Посмотрите, какая милота. Маленькие коробочки с пожеланиями. Почему-то осталась только одна. И стоит она 39 рублей. Наборы мыльных розочек за 99 рублей в разных цветах. А также новые кружки с различными надписями за 99 рублей. Они двусторонние. На каждой стороне тоже написаны приятные пожелания. Есть более спокойные варианты. И есть прям кричащие вырви глаз. Картонные подарочные коробки за 124 рубля в виде сердечек. Продаются в разных расцветках. А также есть и обычные квадратные коробки. Тоже в разных оттенках. Стоят 99 рублей. Маленькие баночки с пожеланиями. И декоративный светильник. Маленькая свеча-таблетка светодиодная. Выполнена из металла в разных расцветках. Цена 149 рублей. Вот это очень интересная декорация. Если вы любите подобным образом украшать. Впишется куда-нибудь в подростковую комнату. Это деревянная табличка с надписью любовь. Внизу еще привязаны веревочки с прищепками. И туда можно повесить какие-то маленькие фотографии приятных моментов. Или же записки с пожеланиями. Подарочные пакеты. А также в большом количестве представлены маленькие мягкие игрушки за 249 рублей. Мишки. Интересные гуси. По типу гусь обнимусь. Но только чуть-чуть другого. Но вполне неплохо. Мило. Также милые зайчики. Подушка-сердечко с ручками. Стоит она 199 рублей. Еще одна новинка из этой коллекции. Это специальные блокноты. Плюшевые. Вроде бы в том году именно такого варианта оформления не было. Эти блокнотчики еще дополнительно закрываются на замок. И есть более бюджетный вариант за 149 рублей. Тоже на застежки. А еще заметила интересную новинку среди искусственных декоративных растений. Это, кажется, у нас растение гипсофила называется. Издалека смотрится вот прям классно-классно-классно. Вблизи, естественно, видно, что это пластик. Но вот издалека прям очень понравилось. Если создать большой такой пышный букет, будет смотреться эффектно. Цена за веточку 99 рублей. Ну что, друзья, вот подошел к концу этот обзор. Очень жаль, что не на все новиночки я вам назвала ценники. Потому что их не было. И в то же время на официальном сайте пока еще не все товары из этих коллекций выложены. Поэтому смотрим, гадаем. Но, по крайней мере, полюбуемся. Посмотрим, что же завезли. Если не трудно, пожалуйста, напишите в комментариях, что из этих новиночек вам понравилось. Может, что-то захотели себе купить. Ну, а если нет, дедушки будут целее. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры. А мы увидимся, как всегда, с вами совсем-совсем скоро.